Амич может получить шестилетний тюремный срок за торговлю алкоголем. Оперативники задержали бутлегера за разгрузкой новой партии товара. На складе нашли 20 тысяч бутылок со спиртным. Уже установлено, что часть продукции продавалась по поддельным акцизным маркам, но происхождение большинства бутылок установить невозможно. Всю партию полицейские оценили более чем в 5 миллионов рублей. Мужчине грозит крупный штраф от 400 тысяч. Нарушения в сфере торговли алкоголем встречаются постоянно. Даже в крупных магазинах и известных торговых сетях мои коллеги узнали, как в северских городах предприниматели обходят закон. Без скандалов, разоблачений, но со скрытой камерой и документами. Так общественники контролируют продажу алкоголя в Омске после 10 вечера. Закон однозначно запрещает продавать горячительное в это время на первых этажах жилых домов. Но в магазинах полно покупателей. Это касса, она к чему относится? Вот здесь разливное, там я понимаю общепиток, да? У вас что здесь? Кафетерий. Кафетерий у вас. Это основной способ обойти закон. Предприниматели регистрируют магазин под видом мини-бара или кафе. Практика показала, что многие организации переоформили себя как общепит. На самом деле там нет элементарных столиков, нет элементарного умывальника, чтобы помыть руки перед потреблением. Это уход такой от запрета. В другом магазине алкоголь продали даже после закрытия. Правда, не выдали чек. Так продавцы пытаются уйти от ответственности. Минимальный штраф за такое нарушение 30 тысяч рублей. Поэтому девушка прячется от камеры и отказывается подписывать акт проверки. Продавать после 10 можно, а подписывать нельзя. Кто вам такое сказал? Кто вас проинструктировал? Я вообще не умею писать. В новосибирских пивнушках другие методы обойти закон. Там купленный ночью алкоголь прячут в темные пакеты или требуют открыть его у кассы. Таким образом продавец снимает с себя и владельца магазина ответственность. Многие предприниматели продают в открытой таре, но при этом крышечку выдают клиенту. Это очень распространено. Сложно доказуемо. И наказать, привлечь к административной ответственности такого продавца очень сложно. Потому что формально он действует в рамках закона. В Томске предприниматели не рискуют торговать алкоголем после 10 вечера. Невозможно купить даже безалкогольное пиво. Бизнесменов пугают штрафы до 400 тысяч рублей. И возможность лишиться лицензии. Поэтому алкоголем торгуют в прямом смысле с колес. Крепкие алкогольные напитки, как в непростые 90-е, продают таксисты. Таксисты, которые будут умудряться продавать водку, и при этом полиция ставит протокол, возбудит дело о административном правонарушении, впервые дано право арестовывать автомобили до решения суда о его, например, конфискации. Эксперты отмечают положительные стороны запрета на торговлю алкоголем в ночное время. Это снижение числа преступлений и ДТП, совершенных в нетрезвом виде. А предприниматели нашли легальный и действенный способ не терять прибыль. Маркетинг, продвижение сетей достаточно крупных игроков позволяет в течение дня грамотно привлекать своих покупателей и практически нивелировать тот час или два, которые вечером ограничили продажу. В Кемерове самая пугающая статистика по общему количеству алкоголезависимых в сибирских регионах. Там на учете в наркологическом диспансере состоит больше 19 тысяч человек. В Омске больше алкоголиков, чем в Новосибирске, как по общим цифрам, так и в соотношении на 100 тысяч человек. Томскую область можно назвать самой трезвой в Сибири. Дмитрий Ковалев, Павел Теунов, Артак Мурадян и Павел Ходынский. Новости здесь, Омск.